Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Профессии как выбор судьбы». Приехали! Подведены итоги 60-й международной велогонки Гран-при Сочи. 5 апреля на участке центрального пляжа в селе Большой Утриш прошел пикет. Анапчане и гости города поддержали требования администрации города-курорта и Анапского межрайонного прокурора о запрете незаконного строительства в заповедной зоне. Еще в начале марта мэр Анапы Сергей Сергеев потребовал навести порядок на пляжных территориях сукой Большого Утриша. Самовольно возведенные палатки, ролеты, кафе, сарай и сараюшки должны были пойти под снос. Такое же распоряжение было и относительно незаконной стройки на Большом Утрише. Но то ли гастарбайтеры не поняли русский язык, то ли хозяин земельного участка не разобрал смысл сказанного. Стройку продолжили, причем в удвоенном темпе. Мы рассказывали о развитии событий на Большом Утрише ежедневно на прошлой неделе. В субботу незаконную стройку на пляже заповедника Большой Утриш остановили. Застройщиков в рамках закона обязали устранить допущенное нарушение природоохранного законодательства и запретили строить хозяйственные и иные объекты на территории по адресу село Большой Утриш, улица Набережная, 1В. Кафе на земельном участке принадлежало сыну председателя районного суда Анапы. Анапчане и гости курорта в субботу 5 апреля вышли уже на второй пикет в защиту Большого Утриша. С плакатами «Судью на мыло» выразили свое отношение к представителям односторонней справедливости. Ведь это всенародное достояние, почему оно должно достаться избранным, кто поближе, кто побогаче. Почему вот это вот так происходит? И не только здесь, это и в других местах. Все люди недоволены, я считаю, я тоже недоволен этим. Как вообще это могло случиться в принципе? Здесь живут люди, есть законы, вроде цивилизованная страна, а на самом деле что происходит, я не понимаю. Абсолютная такая откровенная, ну не знаю, как описать действия судьи, которые так поступают. У нас край – это практика, к сожалению, которую нужно искоренять. Вот таким мирным протестом граждане выражают свое недовольство. Судебные приставы обнесли лентой территорию и расклеили определение о запрете на строительство. Перед законом все равны. Странно, что представители судебной власти об этом забыли. В ходе проведения проверки Анапской межрайонной прокуратуры выявлены вопиющие нарушения природоохранного законодательства в результате осуществления строительных работ на земельном участке, расположенном по адресу улица Набережная 1, поселок Большой Криш Анапского района. В результате чего Анапским межрайонным прокурорам направлено исковое заявление в Анапский городской суд, 4 апреля 2014 года судом приняты обеспечительные меры в виде запрета произведения строительных работ по возведению объекта общественного питания на земельном участке, расположенном в водоохранной зоне Черного моря. Настоящее определение принято Анапским городским отделом судебных приставов. К немедленному исполнению возбуждена исполнительная производство, в рамках которого мы не допустим неисполнение требований исполнительного документа и сделаем все возможные меры для того, чтобы обеспечить законность. Рассмотреть варианты законности должны на заседании суда в ближайшее время. Анапский межрайонный прокурор намерен ходатайствовать об отводе суда от утрижской проблемы, чтобы обеспечить объективность решения. Варианта два – сносить строение или приводить земельный участок в надлежащее состояние. Здесь и раньше было кафе, но тогда по соседству не вырубали реликтовые деревья, пляж не заливали бетоном и берег не проседал. Бизнес решили развить и построить уже капитальное здание. О законности и экологии никто не задумался. Все, кто принимает участие в этом мероприятии, выразили свое мнение, вы сами видите, на плакатах и в устной форме. Здесь не митинг, поэтому мы не можем высказать все, что мы думаем и как мы к этому относимся. Администрация и правоохранительные органы, правоаккуратура, все примут, все выполнят свои обязанности так, как должно быть. Потому что если состоится данная стройка, тогда можно быть с уверенностью, говорить о том, что и дальнейшее все, что окадастрено в данном лесном массиве, находится со стороны моря, тоже будет освоено. Анапчане надеются на принятие справедливого решения и сохранение заповедной зоны. Без очередей и выходной день. В субботу 5 апреля на Театральной площади прошел День здоровья. На шести постах и в городской поликлинике анапские и краевые врачи проводили бесплатный прием и консультировали по вопросам охраны здоровья. С чего начинается здоровый день? Конечно же, зарядки. Для поднятия бодрости духа на Театральной площади провели массовую зарядку. В этом году Всемирный день здоровья посвятили трансмиссивным болезням, инфекционным заболеваниям, возбудители которых передаются кровососущими насекомыми. Так как скоро начинается время выездов на отдых в лес, главный инфекционист Анапы Нина Галиулова рассказала собравшимся, как обезопасить себя от укусов насекомых. Бесплатные консультации проводили анапские и краевые врачи. По специальностям терапевт, инфекционист, невролог, педиатр, онколог и другие. Несколько сотен человек сегодня еще раз уточнят состояние своего здоровья, ну и, наверное, это будет иметь в последующем, как бы очень положительно, скажется, на их продолжительности жизни и состоянии. Большой интерес у гостей мероприятия вызвал практический урок оказания первой медицинской помощи, который проводил врач-реаниматолог. Анапчане и гости курорта могли измерить рост, вес, артериальное давление, обследовать сердце на кардиовизоре. Хорошо сейчас проводят диспансеризацию, проверяют, все выявляют, а так люди вот не ходят, не следят за здоровьем. Я, например, не знала, что у меня давление. Ну так, ну болит голова, и ладно, я не обращала. А все же сказали, что надо немножко подлечиться, смотреть за этим, следить. Так что эти мероприятия, я думаю, очень полезны. В своем микроблоге Твиттер мэра Анапы Сергей Сергеев отметил, самыми востребованными оказались врачи-онкологи. Их посетило 111 человек. Подобные дни здоровья будем продолжать. Не только в городе, но и в сельских округах. Студенты медицинского колледжа раздавали буклеты о вреде курения. Призывали к здоровому образу жизни. Для всех участников Дня здоровья была подготовлена праздничная программа. На сцене Центра культуры Родина выступали лучшие творческие коллективы Анапы. Работали интерактивные площадки. Желающие могли посоревноваться в перетягивании каната, участвовать в конкурсах, викторинах и других веселых состязаниях. Куда пойти учиться и кем стать? Рейтинг самых престижных, востребованных на курорте профессий составила Алина Гумерова, побывав на дне открытых дверей в Анапском индустриально-педагогическом колледже. Не только для абитуриентов, которые определяют будущее место учебы, профессии, но и для всех жителей и гостей курорта распахнул свои двери Анапский колледж в сферу услуг. Студенты самой популярной профессии в колледже повар приготовили различные мастер-классы. Благодаря специальному оборудованию повара-кондитеры изготовили из карамели шоколада разнообразные изделия. Есть у нас такое оборудование, которое называется кондитерский речек. Мы можем распечатать его фигурку, а будет как делать. И разместить это на кондитерском изделии. Черепаха, ежик, фрукты, цветы. На первый взгляд и не скажешь, что все эти фигурки сделаны из теста. Студенты повара второго курса показывали мастер-класс поделки соленого теста. Мы сейчас делаем изделия из теста, проходим вот это вот все. Я вот делаю дрожжево, делаю розочки. Вот. Как бы ничего сложного, в принципе, нету. Привыкли уже все. Очень всем нравится. Наглядно ознакомили и подробно рассказали о своей профессии учащиеся по специальности информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Студентам на парах не бывает скучно. Помимо теоретических занятий проводятся практические. Например, выезжают в поле и делают топографические съемки. Этот прибор, мы на нем занимаемся. Это прибор Тео-20. Он нужен для измерения горизонтальных, вертикальных углов, так же расстояния. Он электронный, нам ничего рассчитывать не надо. Мы его включаем. Тут есть специальный дисплей для этого. Мы включаем и задаем определенную функцию, после которой наш прибор сам все измерит. Нам остается только записать. Будущие мастера жилищно-коммунального хозяйства продемонстрировали абитуриентам, чему их научили в колледже. Для обучения сварщиков используют специальный тренажер. Мы учимся варить, как сваривать металл. Узнаем длину дуги для сварки. Здесь показаны ошибки на мониторе, сколько ошибок при сварке дуги. Все желающие могли наблюдать за мастер-классами студентов колледжа и приобрести любое угощение. Школьники 8-9 классов познакомились с учебным заведением и задумались о выборе востребованной профессии. Очень многое увидела, но больше всего мне понравилась сфера обслуживания. Ну, именно официанты. Так все красиво украшено, так профессионально. Мне понравились роллы, как красиво делают. Потом еще торты. Здесь еще вкусно пахнет, наверное. Даже здесь ученики, наверное, очень любят ходить сюда. И поступать, потому что здесь интересные специальности. В этом году в колледж планируют принять 305 учащихся. 205 на бюджет на основе и 100 на платной. Кроме того, здесь можно пройти курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку. Мы учим востребованным профессиям, востребованным специальностям, тем, которые нужны на рынке труда, и те, которые будут кормить вас всю жизнь. С каждым годом Анапа динамичнее развивается. Открываются новые предприятия общественного питания, санаторно-курортного обслуживания, туристические организации. Поэтому квалифицированные выпускники колледжа всегда будут обеспечены работой. В столице Краснодарского края завершился последний этап юбилейной международной велогонки Гран-при Сочи. Спортсмены проехали 178 километров в групповой гонке от Туапсе до Краснодара. Победителем последнего, одного из самых сложных этапов велогонки Гран-при Сочи, стал представитель украинской команды АСД Максим Васильев. Вторым финишировал Максим Разумов из команды Итера Катюша. Третьим стал Игорь Боев из Русвела. По сумме результатов, во всех шести этапах победу в 60-й велогонке Гран-при Сочи одержал гонщик российской команды Русвела Ильнур Закарин. Второе место занял его напарник по команде Сергей Лагутин. Третий результат у Дмитрия Самохвалова из национальной сборной команды. По итогам всей веломногодневки, зеленую майку горного короля завоевал украинец Александр Шейдек, сохранявший этот титул в течение всей гонки. Фиолетовая майка самого активного гонщика у Романа Майкина из команды Русвела. Напомним, за шесть дней 138 спортсменов из Норвегии, Латвии, Белоруссии, Украины, Австрии, Словакии и России проехали 884 километра по дорогам Краснодарского края и разыграли призовой фонд 28 245 евро и титул победителя легендарной 60-й сочинской велогонки. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Температура морской воды в Анапской бухте 7 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова